Где мы, Сергей? Мы находимся в университете Беркли. Это считается самый крутой государственный университет в Соединенных Штатах Америки. Ну, как бы так по наслышке было перед пикамостом. Да, сейчас пересчитаем. Между двадцать лет тренироваться не будем, да. И это не тридцать пять килограмм. Рассказывают историю, что когда Элейки поставили задачу, все блины перерисовать и переименовать. Да, еще и именные. И плюс еще Фаундер. Поэтому Элейка, я думаю, что были в шоке, но я думаю, что они смирились с тем, сколько здесь вообще оборудования. Всего лишь навсего маленький стадиончик, на котором играет команда университета. Ничего, в принципе. Сверх естественно. Да, да, обычный стадиончик на 75 тысяч зрителей. Просто маленький, да. Ну, так как бы чувствуется, что немножко даже. Знаете, какие-то ощущения. Имея такую возможность, и имея такое предложение, мы решили, конечно же, согласиться потренироваться в этом зале, обычном зале. Сделаем немножко на второй волк толщок при сидушечке. А потом пройдемся и все покажем вам. Тут много чего интересного, чем даже, если честно, я раньше даже не думал и не представлял, что здесь такое. Ну, к примеру, как посмотрите на то, что есть беговая дорожка под водой. Ты что, шутишь? Нет, что-то не говорит вам. Это не велосипед, на который насадишься. Что вам говорят о том, как лямочные стойки, может быть. Поэтому мы сейчас потенируемся, а потом все-все-все расскажем, все покажем. Как проходит разминочка, Алексей Павлович? Немножко поприсадать, чтобы ножки не заработали. Кстати, интересный факт. Ребята тоже делают очень много упражнений, особенно они используют подготовки, поднятия на грудь и приседания. Ну, и, конечно, рыбок. Но толщок у них это базовый, абсолютно базовый. Поэтому вот так вот приходит человек в 30, на них где-то три тренера, и все учат поднятия на грудь. Конечно, здесь есть на чем поработать, но не для нас. А мы делаем обычную разминочку. Как я уже и говорил, здесь поставлено по нашим стандартам питаем килограмм 130, но вот так в принципе чуть больше, потому что десятка это не десятка, а это по-нашему где-то 11 килограмм. Двадцатка, в принципе, это двадцатка, пятнадцатка чуть больше тоже. То есть, это килограмм 135. Плюс меня есть. Что можно сказать по залу? Зал, интересно все-таки ездить по залу, перенимать на себя опыт, потому что вроде бы мы всегда говорим, что наша школа самая лучшая, да, она на самом деле самая лучшая, она имеет очень большой опыт, но технологии не идут, не стоят, как говорится, на месте. многое-многое-многое здесь, чего можно подчеркнуть, это, к примеру, даже обратная киперэкстензия, я увидел только в первую. Вот такую штуку. Ну и вообще, ко всему привыкли, что у нас спина и брест качаются вот на этом, а здесь, и какая-то оплатная чик сюда, и получается, заширшол, ты качаешь, это называется обратная киперэкстензия. Я считаю, что это базовый тренажер будет в каждом зале, и через него нужно пройти каждую тренировку. Тренируемся? Коуч, хорошо? hacerlo. Котик. 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 Хорош Мотор Мы покупались Сейчас вкратце Расскажем о Зале, потому что у нас очень мало времени Обратите внимание на Вот эту вот Маленькую Очень интересную комнату Эта комната Всего лишь на всего исследования питания Какая-то два камера Тут он тренажер Все выписляется Все дается специальные рекомендации по питанию Все тренажеры полностью брендированы Тренажеров просто уйма Я не знаю Куда их столько-то чем Но видимо они с перерывом злота Зал Общая площадь Сказали, что около 3000 квадратных метров Я думаю, что Сережа больше знает Для чего этот зал По функционалу Да Обычная функционал И на экране Высвечивается персональный тренер Типа визуальный, персональный Виртуальный Виртуальный тренер И тренирует Получается Дети рекомендации по тренеру Даже готель Даже готель Типа имеет свой логотип Университета Реально все ребята очень здоровые Огромные Мне кажется, что, конечно же, люди здесь ждут Привет, ребята Привет, ребята Привет, ребята Поехали Теперь я покажу вам Мы, в принципе, с Сережей Проверим 15 минут Чтобы понять, что это такое Вот этот тренажер Особенно вот эти вот лямки Угадайте для чего Он поднимается и с этой стороны, и с этой стороны, и с той, и с этой, на любую высоту. Как вы думаете, для чего это? Это чтобы толкать с груди и не бросать ее на пол. И не опускать на груди, потом не ставить на стойки. То есть это заменяет стойки. То есть то, что в принципе... Я совсем недавно хотел, чтобы у нас в сборной появились деревянные пленты, высокие, которые в принципе пришли к нам, это понимаешь, с Китая. То есть в Тайк начали практиковать. Здесь уже намного это все дальше пошло. И вот штанга бросается, вот эти резинки, всего лишь на все. То есть конструкция очень устойчивая. Я думаю, что даже если там килограмм повески, если 50-то отпускать, все не будет. Лавка обычная. Вот эти вот белые фруктиручки, мы как минимум не осознали, чтобы какой-то не разъезжает. Вот эта вот штука поднимается. Я так понимаю, что у вас там поставляют в уровне и что-то происходит. Вот это мое предположение. Мы, конечно, еще не разгадали его, но мне кажется, возможно, это может быть даже для спины. Сейчас спросим, я тоже не знаю, зачем это. Да. Как я уже говорил ранее, все блинные фрукты, вся лейка была поставлена задача перед лейкой. Во-первых, впервые, насколько я понимаю, в поинтах все написал, в паунтах. Вот, и поставить значок. То есть он не нарисован, а он реально именно графически структурирован. То есть он в плоскости трехмерную. Десятка, это не десятка, это где-то 11 килограмм. Ну, пятнашка, это где-то 10, там, 15, около 16, 15, голыня 16. Двадцатка, самая приближенная, 45 паунт, где-то около 20 килограмм. Ну, гриф стандартный, огромное количество грифов, резины и вообще всего, что здесь надо, что-то можно придумать для тренировок. Вот, ну, мосты, конечно же, не тяжелоатлетические, как бы, это больше внешний вид, потому что бросал с высоты 75 килограмм, оно просто брум, и на что-то бетонное. То есть я так понимаю, что для практики, непосредственно, тренировочная деятельность для тяжелоатлетов, она, конечно, не годится, потому что шланговым бурином сразу. Нас рука, например, это 3x, да? Ну, да, что-то типа того. То есть канат, а, еще. А, знаете, что это? Это когда ты потренировался, и у тебя, ты не взял с этого тетрад, вообще, может быть, даже не берут, ты записываешь все сюда, всю свою тренировку записываешь сюда, и она сохраняется, синхронизируется с твоим аккаунтом где-то, где-то, где-то. И все сохраняется, и все ведется, всему ведется учет. То есть уже, в принципе, от тетрадок все отошли. Еще маленький момент, очень интересный. Когда мы после тренировки подошли с Сергеем, и хотели, ну, как бы, там есть протеин, такое, сколько стоит, сказали, слушай, ребята, не гоните, типа, берите бесплатно. Короче, все, что вот здесь есть, это все можно брать бесплатно. Вот там вот есть еще спортивные протеиновые потончики, которые тоже можно брать бесплатно. Я не знаю, это, мне кажется, рай. А это тренерская, кстати. Да, это тренерская, у каждого есть свой компьютер, у каждого есть свое рабочее место. В принципе, я так понимаю, что они не особо не скучают. Сейчас мы вам еще покажем одну штучку. Я. Автограф. Просто за секунду. Давайте сделаем фото, ребята. Окей. Ну, зал показывал, да? Да. Общая физическая подготовка и разминка. Это кабинет, есть отдельно кабинет медицины, то есть, есть отдельно кабинет медицины. Чей, guys? Очень огромный, мужики. Мужики. Мужики, вы знаете, что это? Это беговая дорожка в воде. То есть, там получается, вот эта белая штучка, покажи поближе. Она двигается, и ты по ней, короче, как бы там идешь, делаешь пробежку. Тебе сопротивление воды, короче, ну, таким образом высчитывается и мои характеристики, там какие-то, да, там объясняли, что все остальное. И еще мы последний маленький момент перед изгодом. Ребята здесь тренируются, получается, тренируются, и между тренировками ходят в школу, ну, и отдыхают. И вот, как бы, у них есть такая вот маленькая комната, в которой они могут, в принципе, на компьютерах Apple сделать домашнее задание и пошпилить PlayStation, или, я не знаю, еще там игры. Ну, как бы так, чисто, как бы, между прочим, пришли, вот, перед тренировкой немножко размяться виртуально. Виртуально проработать именно движение и все остальное. Короче, сумасшедше. По достижениям, что они говорили? Они ни разу не проигрывали, или что? Ну, очень много раз. How many times... Покажи. Самое, что интересно, что самые сильные атлеты тренируются у Дэева в клубе, потому что основной физической, самая базовая, основная физическая подготовка считается тяжелой атлетикой. Они делают... Это для всех нормальных студентов. Для всех, кто просто... Это как бы маленький рекузел. Это просто для студентов. Это просто для студентов, да, прийти, потренироваться. Ну, после... Извините, сэр. Не тренироваться. Извините. Окей. Сюда. Вот, так по поводу основной физической подготовки. Тяжелой атлетикой входит в базовую подготовку вот этих вот команд. И во время основной наработки они делают четыре тренировки в неделю по тяжелой атлетике. Потом уже ближе к соревнованиям три. И вот Дэйв... Да. Дэйв специализируется на том, что подготавливает непосредственно спортсменов и ведет персональные тренировки с ними. Система очень, конечно, закрученная, но самые сильные тренируются непосредственно у него в клубе по тяжелой атлетике. Как клуб-то называется? California Strands. КОНЕЦ. КОНЕЦ. КОНЕЦ.